Всем привет! Свежи в нашей памяти события прошлого Евро, когда наша сборная геройски обосралась в последней встрече с греками и вылетела к чертям с турнира, при этом подарив нехилые бадхёрты всей нашей необъятной родине. Мне кажется, что в ту ночь вся территория России и России из космоса была похожа на один такой огромный, зияющий, пылающий пукан, состоящий в основном из футбольных болельщиков, в том числе и меня. Да, потому что у меня до сих пор в голове не укладывается, ну как можно было так плохо играть в тот вечер, в ту ночь, ну как так? То есть с того времени прошло уже больше года, но по-прежнему я вспоминаю, и у меня выпадают волосы, седеют ногти, чернеют зубы, нос, всё, короче, всё очень плохо. И я решил хоть как-то восстановить мои нервы, и мы разыграем этот турнир, так сказать, виртуально. То есть Дик Адвокат сотворил полную херню, я решил, что я смогу тоже что-нибудь сделать, но, надеюсь, не херню, поэтому я решил воссоздать сей турнир виртуально. Вот, как вы видите, группы полностью аутентичны, то есть те же самые, что и были на чемпионате Европы. Ну что ж, начинаем первый матч у нас сегодня. Давайте сначала ознакомимся с составом нашей сборной, то есть он, наверное, будет не такой, какой он был год назад, потому что всё-таки какие-то обновления были. Так, давайте посмотрим так. У нас есть Киржаков, Кокорин, Быстров, Файзулин, Широков, Денисов, Камбаров. Так, сразу я сделал несколько замен, то есть я поставлю Дзагоева в основу, потому что у него всё-таки... Почему у Дзагоева такой маленький рейтинг? Почему у Дзюба... А, это Дзюба, фу, блин, перепутал, то есть они одинаково начинаются на Дз. Вот, ставим Дзагоева в основу, вместо Камбарова поставим, пожалуй, Ещенко, потому что у него скорость повыше. Анюков сойдёт. Дзюба, ну Дзюба, он такая туша огромная, то есть я буду его выпускать в конце встречи. Посмотрите на его лицо, он просто готов убивать. Вот, и Самедова поставлю, пожалуй, в основу. Хотя, да, Самедова поставлю в основу, а Быстрова буду держать на замене, потому что Быстрова вообще просто скорость сумасшедшая, он будет выходить и просто рвать этих уставших защитников соперника. То есть, ладно, сегодня первый матч с кем у нас? С Польшей, но немного не так, как было на Евро, ну, не важно. Так, тут всё как надо. Что ж, что ж, начинаем. Что ж, Европа или Украина, так, ждите нас. Видим стадион. Стадзе, Де Сагитар, что это? Это где? Это в Турции где-то? Или, короче, я не знаю, где это. Посмотрите на лицо вратаря Польши, господи. Я ничего смешнее не видел. Ну, разве что лицо Березуцкого. Короче, лица у них огонь просто. Так команда выходит на поле, их фоткают какие-то извращенцы на фотке, которым, наверное, нравятся молодые парни в шортиках. Вот Польша, это ми польская сборная. Играем мы в футболь. У нас есть Ливандовский и ещё несколько парней. А где Ливандовский-то, собственно? Что-то я пока его не вижу. Вот, а, Куба я вижу, тоже нормальный. Игра Чилла. А Ливандовский где? Вы что, думаете меня обыграть без Ливандовский? Что вот это такое? Вы посмотрите ему на лицо. Я не могу. У него четыре ноздри. Четыре ноздри. Это что такое? А где наша сборная? Что за расизм? О, видно, что уже предвзятые отношения к нашей команде. Но ничего, мы сейчас всё это исправим. Первый матч. Удар по мячу наносят Киржаков с мячом Кокорин. Стримимся на фланг, передача. И с мячом Саметов. Саметов нормальный паренёк был. И почему-то он сейчас подсдулся, не знаю почему. Вернулся в свой локомотив. И уже не то. Я помню, что он в Москве хорошо вроде играл. В Динамо так зажигалочка такая. Он был хорошенько. А вот сейчас что-то он уже не торт. Может быть возраст. Может быть что-нибудь семейное. Может быть просто я уже отстал от футбола. И он уже там играет отлично. А я что-то пургу несу на него. Ладно. С мячом Анюков. Какой же ты лысый парень. Вот передача на Киржакова. И чувак с фамилией Ваурузяняк. Перехватывает. Ваврузяняк. Блин, тебе только в мультиках сниматься с такой фамилией. Муравский. Передача на Поланский. Поланский по-моему вообще такой режиссер есть. Блин. С мячом Мейзер... 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 Мейзервески. Блин. Как так-то? Где Ливандовский? Вот Ливандовский я могу выговорить. А вот... Вот Абараняка я знаю. Да, он в МЮ играл в свое время. Вот тут... Вот тут Мейзер... Блин. Я сейчас язык сломаю в четырех местах. Пока выговорю вот эту фамилию. Что это такое вообще? Мейзер... 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 Передача. Блин, не удалась. Передача. Мне кажется, что в следующем... Видео про этот турнирчик я поставлю 10-минутную встречу. Потом... Ёлки-палки. Блин, этот Мейзерзявский. Ёлки-палки. Но Денисов великолепен в отборе. Вот... Блин, какой хитрый-то подкат. И Абараняк чуть было не заявил. Но это был, по-моему, офсайт. Нет? Нет, просто отворот. Вот. В следующем матче я, наверное, поставлю 10-минутную игру. Потому что в этом я много распинался и говорил перед игрой. Вот. Поэтому, чтобы видео было не особо длинное. То есть, для меня оптимальная длина видео это не больше 15 минут. То есть, 10-15 минут это для меня это потрясающе и идеально. Этот Мейзерзявский у них играет везде. Я не знаю, кто это такой вообще. Откуда у него выкопались? Какой-нибудь Легии, наверное. Я не знаю. Может быть, это уже какая-то восходящая звезда польского футбола. Может, какой-нибудь старый Пердун, ветеран футбола, тоже решил на старости лет выделиться. Широков смещен. Вообще, вот Широков тоже такой футболист, который раскрылся по полной... Блин, по полную. На полную. То есть, довольно-таки поздно. То есть, он в Зенит перешел. Сколько ему лет? Лет уже, наверное, 27 где-то было, когда он в Зенит перешел. Тогда он начал хорошо играть. Да там пенальти был, судья. Не, ну мы, конечно, понимаем, что судья предвзят. То есть, мы играем в Польше, видимо, и судья... Вообще, я вот я помню поведение польских фанатов на том чемпионате. То есть, это свинство было, какое-то свинство, да. Просто избивали они всех. Это очень плохо. Но ничего. Попадет их сборная на чемпионат мира 2018 года в России. Они свое получат, я думаю. Ну, вряд ли, конечно, те дебилы поедут, потому что у них денег, скорее всего, нету на такую поездку из Польши в Россию. Загоев! Ну давай, Аланчик! Кижаков, ну открой! Мы помним, что Александр Кижаков, блин, породил тысячу и один мем на прошлом Евро. Ну давай! Ну-ка! Блин, короче, обидно было за Сашку. То есть, человек старался, созидал что-то, но не получалось у него. Ну, господи, он адвокат, ну поменяй ты его. Но видишь, что у человека не прет. Выпусти того же Погребняка. Мы помним, что как только Погребняк вышел в матче с Грецией, он хоть что-то стал делать интересное. Но Кижаков, ну он молодец, он всегда бьет, он всегда напорист. Но не всегда же эта тактика срабатывает с мячом Кижаков. Кстати, вот. Блин, как бы мне сделать такую хитрую передачу на Игнашевича, но не получается. И, видимо, первый тайм закончен. Мне особо это интересно. Мне кажется, пора выпускать второго форварда. Дзюбишку нашего. Который не любит почему-то у Ная. Блин, не то нажал. Ну, не важно, у меня еще есть время. Так, сейчас мы немного подредактируем тактику. То есть, мы Кокорина на фланг отрядим. То есть, смотрите, у него на фланге нормальная стата получается. А Широкова мы заменим, наверное, да. И вот сюда мы впихнем все 90 килограмм Дзюбы. Отлично. Начинается игра. Все, Дзюба на поле. Ну, посмотрите, он на 30 голов выше, чем Кижаков, хоть и стоит даже сзади, чем он. Просто дылда. Паул Брожек и Нежмирский. Разводят мяч с мячом. Поланский опять. А где же Стивен Спилберг, я не знаю, там. И прочие мастера режиссерского отдела с мячом. Дзюба! Передача над Загоича. Так, Кокорин. И стремительная потеря мяча в Войкиру. Блин, ну, конечно, у Поляков фамилии, или у Поляков, я не знаю, у Поляков фамилии, конечно, просто жопски. А вот Поляков, это был такой кипер у Локомотива с узбекскими корнями, я помню, такого чувачка. Ну, вот тут, видимо, Денис такой хитрый подкатик такой сделал, такой в стиле самбо. Такой лицо такой грустное, типа, о, мне желтую дали, лучше бы бабла бы накинули. Молодец, Денисов, руби этих Поляков, блин, Поляков, Польчиков, Плечуночек, с мячом Писчик, Лукаш Писчик, навес в штрафную. И борьба! Но нет, мяч просто уходит вне поля с мячом. Кто это, по-моему, это Березуцкий, да? Переводим на фланг на Анюкова, он дальше переводит на Загоева, в центр. И тут был фол, даже не обсуждается, то есть они задели самого Дзюбу, и Дзюба будет бить штрафной, господи. Ну, куда ему? Мне лень менять исполняющего. Ну, и зря мне была лень, потому что, ну, говно полное вышло. Так, думаю, минутах через 10 виртуального времени пора будет выпускать нашего любимого Бистрова. Вот с мячом Самедов, это, наверное, будет его последняя атака. Вот он накручивает, показывает свои суперские финты, и так же суперски теряет мяч. Очень все это грустно. А вот и провал в обороне. Ну, ничего страшного, Павел Брожек, вряд ли он техничен настолько, чтобы навесить. А нет, смотрите, какаков, молоточек. Ну, ладно, что же, мы меняем Самедова, давай, Сашка, до свидания. И Дениса, на всякий случай, поменяем, потому что, ну, хер его знает, получит вторую желтую. И жопа нам выпускаем Глушакова. Что ж, все замены мы использовали довольно-таки рано. Надеемся, что никто не получит травм. Так, с мячом. Самедов, Борис, Борис, будь мужчиной! Молодец. Заработал, блин. Для поляков, аут. Вот, перехватил почти, ну, что ж так. Не можем мы, к сожалению, зацепиться за мяч как следует. Муравский с мячом. Опа. Как я хитро-то его обезмячил, так сказать. Кокорин с мячом. И хитрющая передача на Киржакова. Сашенька, давай, сотвори чудо, чудо-гол. Опа, вот тут вот интересно. Владимир Быстров! Как ты мог? Как? Я тебя этого не прощу, мой. Вот, Ливандовский выходит на поле, и мы понимаем, что запахло жареным. То есть, самый лучший польский форвард за последние лет 500, наверное, с мячом Глушаков, но не важно. Вот, выходит на поле. Вот какой хитрый передач на Ященко, смотрите. Ну-ка, ну-ка, ну давай. Ну-ка, давай, 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 давай. Блин, Быстров упустил две стопроцентные практически возможности. То есть, блин, ну. Ладно, может, у него еще будет парочка моментов за оставшиеся две, какой две, 10 минут игры. Тут борьба в центре, Муравский. Почему Муравский капитан, я не понимаю, если честно. Ну, ладно, пусть будет капитан. Не мне решать, я, не мое это дело, я же не поляк. У меня нет фамилий там Бжужданский какой-нибудь, или там Бжиштык, или Пуштыш. Ладно, в следующий матч у нас с Чехами, у них тоже бывают угарные фамилии там. Выдра, короче, шоп какая-то. Хотя, может быть, для них тоже наши фамилии довольно-таки смешные. То есть, они думают, а, Нюков, а, Угорщенников, вот, ржака-то какая. А над Зюбой, наверное, вообще, наверное, угорают там, вечерами собираются все сборные. И тренер говорит, так, сейчас мы будем смеяться над Зюбой 30 минут. Кижаков, ну, последняя атака, можно же как-нибудь достойно провести ее. Можно же выиграть. Давай, давай. Ой, Быстров, Быстров, Быстров. Блин, короче, все. Ну, ладно, 0-0 тоже довольно-таки достойный результат. Учитывая, что судиста было далеко не в нашу пользу. Короче, оставшиеся два матча я по любасу выигрываю, чуваки. Даже не переживайте. Всем удачи, всем пока. Болейте за сборную России, ну, или за вашу сборную, где вы там живете. То есть Украина, Мозамбик, Афганистан или даже Азербайджан. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok